В жизни многих мужчин рано или поздно возникает такой момент, когда ты больше не покупаешь себе минералку 0,5, а берешь полтора. Когда любимую маленькую и аккуратную миску для супа ты прячешь куда подальше в шкаф и достаешь огромную емкость, в которой можно запечь кабана. Именно в этот момент, в том случае, если, когда учительница в школе говорила вам, нарисуйте произвольную фигуру, а вы рисовали квадрат, вы понимаете, что в потоке бесконечных Mercedes G-класса есть он. Land Rover Discovery 3. Или 4, смотря сколько денег. Будущие владельцы Land Rover Discovery с дизельными моторами 2,7 и 3 литра в основном подразделяются на две обширных категории. Первые. Это те, кто еще не знает, как изящно проворачиваются вкладыши и ломает коленвал. И вторые. Те, кто с храбростью в сердце идут навстречу новым приключениям с храбростью в сердце и кошельке. И готовы сыграть в британскую рулетку. В узких кругах бытует мнение, что конструкторы Peugeot и Citroën разработали эти самые двигатели 2,7 и 3 литра специально для будущих любителей охоты и рыбной ловли. Ведь согласитесь, если вы выехали куда-нибудь, где не ловит сеть, а ближайшие населенные пункты расположены в нескольких десятков километров от вас, то вы будете вынуждены отправиться в пешую экстремальную экспедицию, в которой вы будете вынуждены стать любителем охоты или рыбной ловли соответственно. Не даром в узких кругах существует народная мудрость. Двигло Peugeot, не ехай вжо. Многие раздосадованные владельцы Land Rover Discovery с теми самыми нашими любимыми двигателями, у которых все-таки произошло именно то, что должно было произойти, писали письма лично Джереми Кларксону в Англию по месту прописки. Но, к сожалению, ответа так и не получили. По всей видимости, это те же самые люди, которые при продаже своих замечательных квадратных автомобилей сообщают, что двигатель ремонтировался, но, к сожалению, документы где-то потеряли. Кажется, у моих коллег небольшие проблемы. Но давайте же на время уйдем из мира проблем и тревог на время и погрузимся в атмосферу марки Land Rover. Как ни странно, но на момент записи этого видео, даже если у вас есть баснословные суммы для покупки 10 новых автомобилей марки Land Rover, присмотреть себе какой-нибудь симпатичный хэтчбэк или седанчик не получится, потому что Land Rover, как ни странно, специализируется только на том, что выпускает что правильно внедорожники. В целом, 4 основные, основные модели марки Land Rover это на 31 модель меньше, чем в автопарке компании BMW. Но при всем немногообразии модельного ряда в компании Land Rover, все ваши знакомые, приятели, родственники и даже ваша теща будут уверены, что вы приобрели себе Range Rover. Поэтому для удобства большинство владельцев автомобилей Land Rover сокращает и говорит полусловами. У меня Def, у меня Frill, у меня Range, у меня Disco. На вкус и цвет все автомобили разные, как фрукты. Кому-то нравятся сливы, кому-то нравятся абрикосы, кому-то нравятся персики. В нашем случае это огромный квадратный арбуз. Но почему арбуз, спросите меня вы, а я вам отвечу. Потому что двигатели 2,7 и 3 литра дизель, это как косточки в арбузе. Вы хотите наслаждаться беспрерывно, но вне зависимости от вашего желания так сделать не получится. А почему квадратный? Да потому что он квадратный. А сейчас, дорогие друзья, новоиспеченный, счастливый или не очень, что мы поймем вскоре, владелец Land Rover Discovery с тем самым двигателем дизельным 2,7 расскажет нам о своих первых впечатлениях, о своих вторых впечатлениях, если вдруг они накопились за две недели. Что из твоих представлений об автомобиле полностью не совпало с реальностью? Все, что я представлял, таким он и является. Есть ли те моменты, которыми Виктор действительно раздосадован, будь то какие-то мелочи или там среднего калибра нюансы? Да, есть. Но в основном я раздосадован сервисменами, которые ее обслуживали. Не бывшими владельцами, не компанией Land Rover с их инженерами. Вот именно теми, кто ее обслуживал. Конкретно чем? Машину я покупал, так как она не новая, были, конечно же, какие-то косяки. И вот один из косяков, который мне пришлось устранять, это разблокировать ручник и настроить колодки тормозные для ручника. Там электронный ручник и работа у него довольно-таки понятная, но не без, скажем так, мелкого недочета с компанией Land Rover. То есть они могли поставить докопеечный концевик, который бы при максимальном разводе колодок выключал бы систему и система бы не контрагаялась. Второй момент, с которым я столкнулся, это, ну, во-первых, из-за того, что мотор большой, компоновка, ну, не V8, конечно, но достаточно большой. И компоновка не очень удобная. По-хорошему нужно сдергивать кузов и ремонтировать мотор отдельно. Но сейчас такой возможности у меня нету. Я залез под капот и обратка форсунок там тоже сделана довольно-таки просто, понятно. И где-то можно было накосячить, не очень ясно. Но сервисмены, которые, как бы, видимо, делали ручник, они залезли и туда, и накосячили и там. А есть ли такой пункт, который в целом, так или иначе, связанный с состоянием конкретного автомобиля или с каким-то конструктивным просчетом помимо двигателя? Есть ли такой пункт, который прям вот сильно огорчил впоследствии? Может быть, какую-то информацию ты нашел или на практике с чем-то столкнулся? Land Rover хотел сделать идеальную машину для пенсионеров. Получился Discovery, но они подумали, что это слишком хорошая вещь, и они вкорячили туда мотор, который ломает себе коленвал. То есть ты все-таки считаешь, что это не конструкторы Peugeot Citroёn, которые хотели всем привить любовь к охоте и рыбалке, да? Ну, конечно, я считаю, что решает тот, кто продает. Продает Land Rover, значит Land Rover это дело и решил. Он мог абсолютно спокойно взять какой-нибудь Fordовский агрегат, либо же... А можешь для эпичного монтажа медленно повторить фразу «решает тот, кто продает»? Решает тот, кто продает. Вот внутри, в салоне автомобиля, есть ли какие-то моменты, к которым так и тянется рука, чтобы что-то вот немножко переделать? Ну, по интерьеру абсолютно все устраивает, хотя можно было бы, наверное, заменить зеленую подсветку салона на какую-нибудь белую или красную, чтобы была как в Kia. Мне не нравится этот вариант. Но если говорить серьезно, то хотелось бы, чтобы музыка проигрывалась через Bluetooth. Ну, в принципе, это решаемо. Чисто теоретически и для истории. Вот в том случае, если беда с коленвалом не обойдет тебя стороной, изменится ли, как тебе сейчас по ощущениям кажется, изменится ли твое отношение к этому автомобилю, если чисто теоретически тебе придется вложить в него большую сумму денег в ремонт двигателя? Ну, мне кажется, нет, потому что это же осознанный выбор. Ты понимаешь на моменте покупки, что у машин есть такая беда. Возникает рандомно, и никто от этого не застрахован. Какие могут быть потом обиды на марку, на конкретный экземпляр? Ты об этом всем знал. Есть ли такой эффект, что девушки чаще поглядывают на тебя через лобовое стекло, чем когда ты ездил на Ford Focus 3? Мне кажется, нет, потому что мы живем в таком месте, где, наверное, молодой парень на Land Rover это, наверное, взял у отца покататься. И причем машина довольно-таки пенсионерская, как бы внешне выглядит, поэтому, наверное, я, ну, либо я не замечаю, либо действительно девушки не обращают внимания. Тут другой момент был, это ребята теперь подходят и начинают со слов, типа, не подскажите где-то что-то, а уважаемый, подскажите где-то что-то. И вот этот вот момент, конечно, забавляет. Прошло всего две недели, но был ли такой момент, когда уже пришлось вот это огромное пространство внутри там салона, багажное отделение использовать по назначению или пока нет? Да, конечно, так как я недавно переехал туда, где я сейчас живу, то мне приходилось перевозить очень много вещей. И довольно-таки приятно было, когда, я вспоминаю свой старый Focus, я запихивал просто складывая все сиденья, там переднее, к сожалению, не складывалось, но в итоге он был просто набит битком и места не хватало. Здесь я просто открыл багажник, просто положил все в багажник, закрыл багажник и поехал. А можешь привести в пример из того, что ты уже узнавал по ценнику, просто чтобы было какое-то понимание разницы между условным акцентом, если кто-то ездит на акценте, там фокусом и так далее. Вот сколько стоит, приведи в пример любую запчасть или там кузовной элемент и его стоимость, сколько он стоит? Ну, для регистрации автомобиля мне необходимо поменять лобовое стекло и ценник вместе с заменой на фирму, которую ставят на оригинал, я, к сожалению, не помню, как она называется, мне поставили 15 тысяч рублей вместе с заменой. Я не знаю, к сожалению, дорого это или дешево, потому что я никогда это не менял, но в целом по машине, так как я люблю копаться в машинах, то я не вижу проблем купить какую-то деталь и поставить ее самому. По расходникам, опять же, можно посмотреть, это, ну, естественно, не оригинал фильтр салона, фильтр воздушный, там масла, я думаю, плюс-минус так же, как и все остальное, ну, по маслам, а по фильтрам 200 рублей салонный, ну, 300 рублей, окей, и тысяча или полторы тысячи воздушный фильтр. Опять же, я не помню, сколько это было на фокусе, но что-то, мне кажется, не сильно дешевле. А вот можешь для наших многоуважаемых подписчиков рассказать какую-нибудь бонус-историю по секрету? Ты у меня спрашивал по поводу девушки, как они реагируют на то, когда меня видят через лобовое стекло. Так вот, уже на этой машине была у меня такая ситуация в жизни. Приехал, договорились на одно время, в итоге опоздал человек на 40 минут, неожиданно так, и потом извинялся, но я же джентльмен, я же типа такой, да ладно, 40 минут это ничто. На 40 минут человек опоздал, ну, как это возможно? Это невозможно. В итоге, когда закончилась наша прогулка, я решил предложить человеку довезти до дома. Ну, я-то простой человек, открыл машину, сел, типа, зачем открывать двери девушке? Я до этого ездил на фокусах, там немножко, видимо, другой контингент. А здесь, в общем, девушка говорит, а ты машину-то мне, типа, открывает дверь, садится, и с претензией такой, что ты мне машину не открыл. А я такой, да, нужно было открывать человеку дверь, который опоздал на 40 минут. Нет, это, конечно же, типа, шутка, но я об этом, честно говоря, даже не подумал, но, камон, ты опоздал на 40 минут, это немножко обидно, я должен открывать дверь. Можешь дать какое-то вот напутствие будущим владельцам подобных автомобилей? Проверяйте автомобиль полностью, желательно гоните на СТО и проверяйте его на СТО. Но, опять же, либо сами понимаете, что вы будете проверять, либо же доверьтесь тем людям и найдите тех людей, которые вам смогут это дело все правильно посмотреть и правильно понять состояние автомобиля. Потому что, ну, если взять этот автомобиль в плохом состоянии, то, как бы, и вложения будут очень большими. Ну, блин, ты так говоришь, я же говорю, я как ожидал этот автомобиль, таким он и есть. То есть, ни больше, ни меньше. Ну, я же говорю, единственное, что больше, может быть, я ожидал, это то, что не будет скрипеть салон. Из-за меня машина с 2008 года. Что можно еще тут ожидать?